Во время приема граждан, который провела глава Самар Елена Лапушкина, рассматривались обращения, оставленные жителями в социальных сетях руководителя региона Вячеслава Федорищева и на других площадках. Так главе города с жилищным вопросом обратилась житель дома 202А по улице Черемшанской. Это здание было признано аварийным в 21 году. Тогда жителям было предложено переехать в маневренный фонд, но они отказались. Недавно ситуация ухудшилась. В доме, где сейчас проживают шесть человек, случился пожар, рассказал глава Кировского района Игорь Рудаков. Выгорел второй этаж. Глава Самары вновь предложила заявителям рассмотреть возможность переезда в квартиры муниципального маневренного фонда. Сейчас в Самаре действует программа по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года. В прошлом году новые квартиры получили 1115 семей. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил разработать программу, которая рассчитана на дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Проект будет разработан до конца текущего года. Житель Самары пожаловался на состояние тротуара и прилегающей территории возле дома номер 8 по улице Подшипниковая. Человек незаконно построил здание четырёхэтажное по данному адресу, испортил газон, изменил транспортную инфраструктуру, то есть дорогу. Он сделал самовольный подъезд к своему незаконному зданию. По этой дороге, по данному адресу, находится школа, в 144-ю школу дети идут. Там есть детский сад, там есть музыкальная школа. Глава города Елена Лапушкина поручила представителям департамента градостроительства разобраться в ситуации и проверить документы собственника возведённого здания. Мы, безусловно, запросим все документы, и если строение незаконное, значит, будем обращаться в суд о основе самовольного возведённого там строения. Кроме того, в этом случае также через суд необходимо обязать владельца здания восстановить тротуар и территорию, которая была испорчена, за собственные средства. Субтитры создавал DimaTorzok